Привет, друзья, Панкратс на связи, и сегодня будет выпуск не для всех, поскольку на повестке дня крафтовый пивас из Швейцарии. Да-да, вы не ослышались из самой, мать ее, Швейцарии, страны банков, дорогих часов и раскладных перочинных ножичков. Я, если честно, знать не знал и думать не думал, что когда-нибудь мне доведется попробовать пиво из этого государства, но чему, как говорится, быть, того не миновать. Классическая парочка нарисовалась у нас на вечер, Пейл Эль Тангенс и Ипушка Двурога от пивоварни Броссери Дю Виаж. Погнали! Пивоварня эта рыля небольшая, и появилась она почти три года назад, в декабре 2015-го, запустившись на базе действующей винокурни Саконекс де Арве. Основали ее пятеро друзей, объединенных, естественно, страстью к пивоваренью. Продается это пивас в основном на местном рынке, то есть в Женеве и Женевской области. У кого-то в голове, возможно, сразу же нарисуется какой-нибудь швейцарский хай-тех, суперсовременная линия розлива и все такое, но нет, вот так это винокурни выглядит в реальности и больше, если честно, напоминает просто склад и не самой первой свежести. Что-либо еще раскопать про эту избушку, по сути, вопроса мне не удалось, тем более, что владельцы, в общем-то, и не пытаются сделать из себя каких-то многозначительных пивных шишечек. Шишечек? Пивас этот варится исключительно для своих людей, ребята особенно это подчеркивают. Не знаю, получится ли у меня стать конкретно своим, но попробовать, думаю, стоит. Что касается бутылок, то у нас будет IPA, двурогий носорог, сваренный на базе хмелей Нигма и Вик Сикрет. Если честно, австралийский Вик Сикрет в суе мне еще не попадался, но по идее, как написано на этикетке, тут должны быть банальные фруктовые оттенки и горькая откровенность. В составе вода, ячменный солод, овес, хмель и дрожжи. Крепость 6%. Что касается тангенса, то производитель предлагает его на все случаи жизни, поскольку он фруктовый, сухой и легкий. Используемые хмеля, мозаик и сентениал. В составе вода, ячменный солод, хмель и дрожжи. Крепость 4,8%. Давайте пробовать! Ну и давайте начнем с тангенса, который на все случаи жизни и посмотрим, что это такое за бледный эль из Швейцарии. Как обычно, открываем и наливаем. А в бокал налилось прям легко, красиво и приятно. Образовалась небольшая пенная шапочка. Не хочу сказать, что она мелкопористая. Она такая довольно-таки крупнопористая, но тем не менее она есть и очень хорошо дополняет вот этот вот лимонный оттенок. Это вот реально прям, знаете, лимонный компот в столовых подают. Пузырехи бегут. Я так предполагаю, что СО2 будет. Это, наверное, будет даже хорошо. А так вот реально мутный лимонный цвет. Ничего более добавить не могу, поскольку он реально лимонный компотец. Понюхаем, что внутри. Внутри также все цитрусово, только единственное, что уже как будто бы лимончик дополняется апельсинкой. Как-то так. Насыщенный цитрусовый запах. Очень приятный оттенок. Он бодрящий действительно и хорошо, в общем-то, в ноздри затекает. Давайте посмотрим, что будет, когда напиточек затечет уже непосредственно в рот. Пробуем. Ну, слушайте, приятно. Вы знаете, по-моему, вот это вот та грань кисляка, которой на данный момент я как-то себе в голове могу задокументировать и заутрамбовать, поскольку, ну, действительно отсюда пруд цитрусовый, но вместе с тем где-то на остаточке вылезает легенький такой намечек на горчинку. То есть это не прям такая вау, вау. Ну, кислая тема – это проходной вариант на каждый день, как, собственно, и заявлял производитель. Вкус бодрит и насыщает тебя энергией. По СО2 хочу сказать, что ее тут много. Слишком много. Это вот тот самый пивас, который вливается вам в ротовую полость вместе с кучей пузырей. И только потом, когда вот это все схлопнется, вы начинаете что-то различать. Для меня многовато. Вот если было чуть-чуть поумеренней, было бы, как мне кажется, легче. Из-за этой легкости уже бы ощущались все прочие вкусовые оттенки. Ну, а так, это не многогранный какой-то пивас. Ничего здесь умопомрачительного я не наблюдаю. Это просто вот реально такой освежающий напиток с хорошим насыщением цитрусовыми. Он действительно сухой, как и заявлял производитель. Однако я вот борюсь в себе. Мне кажется, что на остатке он немного пустоватый. Поскольку так вот за этой сухой терпкостью, сухой вот этой вот горчинкой, как-то уж больно легко все пролезает внутрь. Но я вот от этого никакого разочарования, тем более отторжения к этому, не ощущаю. Поскольку, ну, не прибавить, не отнять. Это вот та тема, которую вы садитесь и пьете бутылкой за бутылкой. Ну, я не знаю, конечно, сколько можно такого выпить. Бутылочки 3-4 в жаркий день. Тем не менее, это да. Это вот такая вот хорошая грань, которая прекрасно заходит. И вы, если попробуете эту тему, абсолютно не разочаруетесь. А наоборот, мне кажется, приобретете некую энергию. С течением времени эта вот цитрусовая стена как бы примыливается. Вы к ней привыкаете. И на остатки получаете просто бледный лёг, который прекрасно залетает внутрь. И вообще не напрягает ни одной ноткой своей сущности. Мне нравится. Я бы такой пивас пил бы, мне кажется. Если бы продавался у нас в магазинчиках. А, в общем-то, как мне кажется, сделать такую тему не очень сложно. Но ехать за ним конкретно в Швейцарию. Покупать его там. Ну, это не то, что надо оттуда везти. Если вы побывали там за лётом, ну, типа меня, то, да, хорошая тема. И, в общем-то, вы будете наслаждаться на локальном, опять же, местном уровне, попиваяся и пивас в маленьком кабачочке швейцарском. Хороший, достойный напиток. Ну, а теперь IPA-ушка двурогая с носорожиком на этикетке. Посмотрим, что это такое. Открываем и наливаем. Хотел бы я сказать, что в бокале всё аналогично, но не совсем. Если то уходило прям конкретно в лимонный оттенок, прям вот в лимонный вот этот вот компот, который многие пили, то здесь скорее уже фрешек апельсиновый. Такой вот, ну, не совсем, конечно, фрешек. Фрешек понасыщенней, но апельсиновый сок, скажем так, хороший, красивый, такой прям струящийся, пышущий оттенками цвет, да, и пузырёхи здесь уже не такие бешеные, не так они струятся к вершине бокала, а всё остальное, ну, не знаю, ну, классно. Классно. Чем-то даже милкшейк напоминает. Такой же мутный он, но очень хорошо мне на глаз ложится. Посмотрим, так же ли он хорошо присядет ко мне на нос. Пробуем. Почему-то мне кажется, что всё точно так же. Такие же цитрусы отсюда прут, они абсолютно неприятные. Но ничего, кроме цитрусовых, я вот из бокала уловить не могу. Пробуем. Ну, вы знаете, какое-то сложное такое сочленение вкусов, поскольку обозвать это невкусной ипой у меня не поворачивается язык. Но в то же самое время это не тот вот хвойный букет, который мы привыкли ощущать и различать на российском рынке. Знаете, здесь как будто всё вот так вот умеренно и сдержано. Как будто ваша супруга боится зайти к вам в комнату и спрашивает разрешение. Родной, можно я зайду? И вот здесь вот та же самая параллель, то есть вот эта вот вся хвойность, она как-то вот как будто с разрешения затекает к вам в рот, а всё остальное вылезает вот именно вот этим цитрусовым оттенком. Интересно. Я вот, если честно, на своей памяти ещё не видел такой, не пробовал такой осторожной ипы, но вот это вот реально осторожное. Здесь нет такого чрезмерного карбона, как в его собратье, и из-за этого напиток воспринимается очень хорошо. Вы знаете, вот эта вся цитрусовая лёгкость, наполнение, вот это вот всё, оно вот имеет первостепенную основу. Вы чувствуете вот именно такую возвышенную лёгкость во вкусе, которой наслаждаясь, она пролетает, прям удаляет вашу жажду, всё полностью под ноль, прекрасно. И только потом, когда проходит какое-то время, на языке оседает вот эта вот хвойность ёлочная. При всём при этом она не сильно выпячивающая, не сильно выпирающая и, ну, неподготовленный человек. Тот, который, в принципе, IPA не очень любит, может и не понять вообще, что это, и может просто подумать, что, ну, хмелёк. Ну, хмелёк вот так вот ложится на язык. И, в общем-то, как мне кажется, это действительно неплохо. Вы знаете, я ни в том, ни в этом пиве не чувствую никаких второстепенных вкусов, второстепенных примесей ко вкусу. Эти напитки чисты от самого начала и до самого конца. Да, вот. Прикол в том, что как только они попадают к вам в рот, вы чувствуете первоначальную разбивку вкусовую, и вот эта вкусовая разбивка продолжается до самого конца. И вот это действительно, ну, заслуживает уважения, на мой взгляд, поскольку таких вот ровных напиточков надо ещё поискать. Некоторые бывают, знаете, сначала не очень сильно, а потом раскрываются. Некоторые раскрываются сразу, потом уходят в какую-то водянистую сущность. Вот здесь вот ничего этого нету. Оно прям ровно, осторожно ровно, от самого начала и до самого конца. И вот эта вот хвойная аккуратность, она мне прям, не знаю, заходит очень и очень хорошо. Швейцарский крафт, но он действительно, действительно приятен на вкус. Я хочу сказать, что сегодня я получил такое хорошее эстетическое наслаждение. Во-первых, из-за цветовых оттенков, цветовых ощущений. Если в том был лимончик, тут прям апельсинчик. И всё это в свете софитов искрится, мелькает и смотрится очень и очень хорошо, вызывая определённое слюноотделение. Что касается запахов, ну вот они так вот прямолинейно в лоб, всё цитрусово и так далее и тому подобное. Запахи середняковые такие. А напитки сами по себе со вкусом, в общем-то, очень хорошо ложащиеся на язык. Это не прям какие-то супер пышущие разнообразием и экспериментами моменты. Это просто ровные пивасы, которые не раздражают вас в течение вечера. То есть, знаете, бывает так, что говорят, больше одной бутылки не выпьешь. Там, больше двух бутылок не выпьешь. Вот в данном случае про эти напитки сказать подобного нельзя. Хотя, что Pale Ale, что IPA, вы как сели и можете пить от начала и до конца вашего пребывания в баре, поскольку не напрягает вообще ничего. Ни горькость, ни цитрусовость, ни какие-то пустоватые заскорузлые моменты на окончаниях. Ничего не напрягает. Вы просто тупо садитесь за свой стол, покупаете бутылку, выпиваете, покупаете ещё одну бутылку, выпиваете. И можете делать это до тех пор, пока вас кто-нибудь не унесёт или не уведёт домой. Вот впиткость вот в этих напитках, она просто реально зашкаливающая. И мне это, ну как человеку, который любит попить пивка, действительно приятно. Посоветовал бы я это пиво. Ну, сложно, конечно, его советовать, потому что найти его на нашем рынке невозможно. Но я бы его реально посоветовал, поскольку вот пьётся просто замечательно. Ну, а с вами в очередной раз был Аркадий Панкрат. Спасибо всем тем, кто досмотрел данное видео до конца. Подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчики вверх, обязательно отмечайте в комментариях, поговорим. Подписывайтесь также на мою группу ВКонтакте и не забывайте про Инстаграм, там бывает интересно. До новых встреч, пока!